Радостное письмо. Думала, что так и не смогу. Смерть папы, бабушки, бабушки, казалось, ничего в жизни не обрадует меня, кроме встречи с тобой. А сегодня был день чудесный, радостный, нежданный. Поверюсь, я была на праздновании дня рождения Пушкина. Музей был закрыт с начала войны. И вдруг получаю розовенький листочек, приглашение в музей. Пришло восемь человек из близлежащих домов. Выступали Всеволод Вишневский, Вера Ингер, Николай Тихонов. С какой пронзающей душу Вера Вишневский сказал, «Голод уйдет, поверьте, мы победим!» Вера Ингер читала память Пушкина. На бюсте Пушкина был венок, настоящий, из живых цветов. А я вспоминала, как малышом ты потерялся в музее. И я с трудом отыскал тебя у этого самого бюста. Ты тогда сказал, «Я с камнем дядей гулял». Помнишь, знаешь, сынок, у нас было восемь человек всего. Но мы были в центре вечности и бессмертия. Жизнь будет. Она бесконечна. Дом Пушкина не пострадал. Бомба упала в бойку и не взорвалась. Есть в мире места неприкасаемые, хранимые слышали. Я пока не очень хорошо хожу, только не волнуйся, ничего серьезного. А из дома Пушкина пошла первый раз на стрелку. Силы появились. А день какой сегодня чудесный. Солнце, нежные зелень деревьев. Ах, какое чудо! Ты не представляешь. Румянцевский садик разбили на квадратике под огородом. А на набережке разрыхлили газон для цветов. Милый, меня так взволновал запах парной земли. Я целыми пригоршнями подносила ее к лицу. И до головокружения вдыхала ее запах. Запах жизни. Господи, скоро я увижу святых. Павли, какие у нас люди. Город, в котором сажают плакаду святые. Победить нельзя. Вернулась домой. Нашла Зинаида Васильевна. Рассказала, что весь персонал из детского дома собрался, чтобы посмотреть драку двух пальчиков. Ты представляешь, они дрались. Женщины плакали от счастья. Дети долго молча лежали. Только в структу начали вставать. И вдруг дерутся. И не из-за еды. А свои мальчишеские отношения выясняют. О, маленький народ. Победа. Еще какая победа. Вечером у меня стала кружиться голова. Тетя Дуся. Бывшая Левтеша, ты помнишь? Говорит. От слабости Алексея-то поди долго не протянись. А я ей надо радости. Не поняла. Посмотрела, словно ее умом трогать. А я поверила сегодня, что у нас будет жизнь. И ты вернешься, сынок. Я это знаю. 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 Только не узнаешь, что наши квартиры сожгли все, что горело. Даже паркет. Ничего. Наживем. А вот твою комнату не трогали. Там все так, как было. Даже листочек из блокнота и карандаша, оставленный тобой на письменном стане. Мы с твоей Лёей, чудесная девочка, часто сидим у тебя в комнате. С тобой. Твоя Лёя давно мне дочь. У меня никого. У нее тоже. Один свет на твоих, твое возвращение. Без нее, моего отдела-хранителя, я эту зиму не пережила бы. Теперь-то точно доживу. И внуков понять. Не выдавай меня сынок, не выдавай сердцем. Но в такой особый счастливый день проболтались. У каждого дня играться и есть сумочка. Баульчик, самым ценным. Если сердце вставило суровое, будьте дети ласковые с ней. Берегите мать от злого, злого. Знайте. Дети раны. Всех больных. Если ваши матери устали, добрый отдых вы дать должны. Берегите их от черных шарей. Берегите женщин от войны. Мать умрет и не сгладит шрамы. Мать умрет и боли не умеет. Заглядь. Берегите маму. Дети мира берегите. Берегите маму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова